Музыка Приехаешь и тебе говорят Перебандит или мы тебя убьем А мы ругаемся матом, да? А они долбоебы Все, заебись, у нас все круто И выкинул ее в пизду Нам того и надо, ты же понимаешь Сразу на нож сажаю, у меня разговор короткий Вот эти интервью смотрят нормально Да похуй на них Потому что я считаю, что с точки зрения Ну вот гитарного Гитарного анализа, по-моему там Ну есть вопросы Ура! Чуть не помер, блядь Гитарного анализа, по-моему там Гитарного анализа, по-моему там Гитарного анализа, по-моему там Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, всем привет! Сегодня мы, как обычно, в Москве заседаем, у нас заседание в гитарном клубе. И в гостях у нас сегодня, как видите, Сергей Табачников. Он выше, чем я, я этого не ожидал. Поэтому я не взял с собой свой барный стул. И так получилось, что о Сереге я узнал давно, но познакомились лично мы с ним сейчас. И сейчас будет разговор. Специально мы старались во время предварительного знакомства не раскрывать много подробностей друг для друга. Ты мне интересен больше, чем я тебе. Поэтому я тебе задам такие глупые вопросы, на которые хотелось бы узнать ответы лично мне. Но вам, наверное, тоже это будет интересно. Я посмотрел, на самом деле, с тобой многие интервью, которые были сделаны другими людьми. И они мне все не понравились. Потому что я хочу с тобой как с музыкантом поговорить, а не с Сергеем Табачниковым, как с неким образом, который в интернете присутствует еще на форумах, начиная с 2006 года. Или когда-то, кстати, когда появилось это знаменитое видео с Иванезом? Я думаю, что где-то в 2009. Мне кажется, в 8-й дня. Наверное, в 9-м. Наверное, в 9-м. Вот недавно они как раз этот магазин праздновали десятилетие. Точно. Значит, 10 лет. 2009-й получается. Точно. Короче, вот я узнал. Сейчас это видео здесь появится. Привет, мой дорогой друг. Сегодня мы будем с тобой учиться играть на чистом звуке. Ой, бас! А есть, сука, чистый, понимаешь, сука? Он такой легком, ну, подгруженный, но чистый в то же время. Продай родину, продай родных. Возьми себе ламповый комбик. В чем смысл? Ты рубишь фишку, да? Я узнал вот с этого видоса про Серегу. Ко мне подошел, я помню, где-то на пороге института. А про какое видео мы говорим? Про ламповый звук. А, да, это пораньше, наверное, в 2007-м, наверное, было. Вот 7-й, 8-й, что-то такое. Да, да, такое точно. Вот, и я подошел парень, говорит, ты видел? Я говорю, я видел. Ну, и как тебе? Я говорю, ну, хуй знает, не знаю. А что? Чудовично. Ну, что-то происходит, да. Короче, я узнал. И ты мне не понравился. Правильно. Вот. Значит, это была проверка. Значит, ты хороший человек. Ты мне не понравился. И я такой думаю, блин, ну это же всем нравится. Что-то, наверное, со мной не то. И потом шло какое-то время, и, честно говоря, ну, как-то всплывало. Кто-то приходил, говорил, что там вот Серега, послушай альбомы. Я слушал, мне не нравилось. Можешь меня нахуй послать во время интервью? Да, это важно. Хорошо. И больше мне не нравилось, не нравилось. А потом Олег Изотов года 3-4. назад сделал видос про гитаристов песню. И она тоже сейчас здесь появится. Да нет, это было в прошлом году. Разве? Да, да. Или год-два назад? Нет, в прошлом летом был. Ну, короче, мы ехали тоже с гастроли, откуда-то я такой открываю. О, Олег Изотов, нифига, про гитаристов. И ты там сыграл соло. И тут я такой, так, наверное, я что-то пропустил, потому что там ты играешь охуительно. И мы еще с кем-то созвонились, из коллег тоже. Я говорю, а вы видели? Они такие, бля, Серега там играет охуенно. Вот. Что ты можешь в свое оправдание сказать? Ну, что я человек, и как бы иду, развиваюсь, читаю разные книги, смотрю разные фильмы, играю разную музыку. Ну, это же все постоянно развивается. Мне одно нравится сегодня, потом это я выбрасываю, беру другое. Это постоянный процесс. И то, что я делал раньше, ну, там, в видео, вызывает у меня не иначе, как чувство стыда. Ну, и мои песни, я слушаю и понимаю, что они там и сыграны, и придуманы, туповаты, туда-сюда. Поэтому, пользуясь тем, что мы не мейджеры, не на лейбле, и можем свободно все менять, то на концертах все по-другому выглядит. Уже, так сказать, как я сейчас вижу. И это очень здорово, что мы не привязаны. А то, что я делаю в данный момент, это уже совсем другая музыка. Ну, и если сравнить вот первый альбом и то, что я сейчас пишу, скоро он выйдет, совсем все по-другому. Вот вроде то же самое, но по-другому. И мне больше нравится гораздо. В первую очередь, потому что проще стало. Я вот это вот, все вот это вот. И ты каждый раз выходишь на концерт, играешь и думаешь, ну, что такое? Почему так сложно? И я решил, что надо попроще. Попроще, но не потупее, а именно со смыслом попроще. И, мне кажется, получается. Но красивее же стало, скорее всего. Стало понятнее. Так сказать, зерно, корень остается, а все вот это вот капуста сверху, она уходит. И это здорово. Это во многих вызывает, как сказать, чувство, они смущаются, что они пытаются скрыть себя настоящего под этими миллионами нот, там, звуками, туда-сюда. Или потому что им просто нечего сказать. А я считаю, что, наоборот, так много информации теперь, такой большой поток, что сидеть и разгадывать ребус про чувака, ну, понял, убрать всю метафору, там, попытаться сообразить логику. А что же он на самом деле хотел сказать? У меня просто нету ни времени, ни желания на это. Сейчас такая эпоха, когда надо сразу сказать, типа, привет, мне там 39 лет, пойдем ебаться. Она же не смотрит дети. Но я образно говорю, понял? Я поставлю 18+. С одной стороны, это как бы грубо, что все приходится говорить быстро и напрямую. С другой стороны, мне кажется, что это полезно. Это экономит очень многое. Хотя не так красиво. Ну, в общем, это на любителя. Кому как нравится, под настроение. У меня настроение меняется всего 19 раз в день. Можно так, можно по-другому. Какой был вопрос? Вопрос неважно. А ты, когда предыдущие пластинки делал, ты так же руководствовался образами и всей вот этой историей? Или там другие были? Все пластинки я абсолютно делаю одинаково. Это с течением времени, когда, ну, просто ты играешь, такой оп, там, мелодия, риф. Я записал. И так, играешь, играешь, записываешь. Потом приходит время писать альбом. Я открываю проект, у меня там 200 рифов. Я начинаю отслушивать, группировать, как-то выбирать. И из этого собираются какие-то песни. Я их доделаю в что-то более-менее понятное и выпускаю альбом. В общем-то, не ставлю себе цель, знаешь, а вот этот альбом будет там такого звука про такое-то, про то-то, и там будет такая-то вот сквозная идея. Все мои альбомы – это просто сборка песен за вот это время, от прошлого до настоящего. И все. Никакой сверхконцепции я не разрабатываю. Это просто взгляд в меня, внутрь. Мне кажется, это у любого музыканта, у любого артиста так. Все творчество – это взгляд внутрь. Поэтому пытаться что-то выдумать, нафантазировать – это не совсем мне нравится. Без высокохудожественного дерьма. Да, оно и есть, и есть. Я просто беру и вынимаю. И проще, и интереснее. Вернемся к началу. Почему, как появился этот видос про лампу в Сапасаре? Я посмотрел два фильма, вернее, два видео. Первый – это был фильм «Изображая жертву». Там был волшебный монолог майора милиции. Сложный фильм, но если кто не видел, посмотрите. А потом я познакомился с Васей Руденко, который… Который ебашил его. И он у нас, кстати, скоро мы с ним пообщаемся, он скоро у нас будет. Точно. И все как-то совместилось, и я подумал, что… Тогда еще было время сложное, когда только появлялись процессоры, и звук у всех был одинаково пластмассовый, закомпрессированный, и вообще ни хера не понятно. И я говорю, хватит вот этого делать, давайте руками играть. Ты типа… Не важно, с какой силой бьешь, а у тебя звук одинаковый. И это довольно глупо. Поэтому я призвал всю молодежь, а, видимо, не помогло. Все пропало? Вы все проебали? Ну, ничего не изменилось. Только процессоры стали другие. Дороже. Дороже, да. Всем на все наплевать. Тебя обычно, когда меня спрашивают, а как тебе… Ну, давно, кстати, уже. Даже тогда, когда я еще не как тебя, музыканта, так скажем, не сильно котировал, как бы это все ужасно не звучало. Но тебе должно быть похуй, мне. Вообще похуй. Да. И вот в эти моменты, когда меня спрашивали, а как тебе табачников? Ну, это же, блядь, нормальный вопрос гитарный, типа, вот в этой тусовке. Да, как тебе табачников? Я говорил, что, чуваки, ну, как бы там мне это не было, чувак, который собрал несколько туров по России с авторской своей гитарной музыкой, а потом отыграл концерт в Москве в Рэде, ну, как бы, можно чего угодно обсуждать, но, блядь, сука, вот таких людей я очень мало знаю, поэтому, как бы, все, что я там думаю, абсолютно не важно. Про туры. Сколько у тебя было туров по России? Много. Вот так, чтобы прям вот до хера городов, ну, примерно, где-то 10-10 или меньше. Городов? Нет, чтобы много городов за раз объехать. Много туров. То есть, мы ездили два раза в год всегда, весной и осенью, два раза в год. Просто сейчас я немного потерял страсти к этому, потому что я стал старый, плохой, и мне физически это неинтересно. И поэтому я стал существенно сокращать регионы и вот эти вот безумные поездки. Оставил только очень крупные города. А у вас прям, ну, скорее всего, сначала эти были совсем жесткие условия, да? Условия в том, в весе прикол, что не меняются. Вообще? Понял? Смысл какой? Ты такой думаешь, ну, сначала я проеду по говну, потом все улучшится и улучшится. И ты едешь сначала по всей стране, едешь по говну, второй раз едешь по говну. Прошу, города, пожалуйста, не обижайтесь, я говорю про клубы и в общую атмосферу вот этого, когда ты приехаешь, тебе говорят, пили бандит или мы тебя убьем. В общем, ты это делаешь раз, два, а потом ты понимаешь, что в этих городах играют все, и Слот, и Нойз МС, и так далее, а лучше уже, другого нет. Не то, что лучше, а другого нет. Там все только в единичном экземпляре. И ты понимаешь, что и организаторы те же самые, и вот оно, вот. И прогресса не будет. И до свидания. И такой, ага, понятно. А вы всегда ездили за, ну, если не хочешь, не отвечаю. Вы всегда ездили за кассу или был какой-то гонорар? Гонорар очень редко, это скорее сейчас иногда случается. Но тоже очень иногда. В основном всегда мы делаем все сами. Потому что я работал с тысячей организаторов, и в основном они дебилы. А мы еще ругаемся матом, да? Абсолютно. Они долбоебы. И они наебывают, скорее всего. Да, и, ну, смысл в том, что даже если мы на проценте мы делимся, я говорю, ну, ты поработай, заебись. И заработаем, и ты, и я. Но никто даже не шевелится, никто не работает, никто не хочет. Поэтому мы обычно всех по бороде просто арендуем клуб, сами все делаем. И это приносит максимальную прибыль. На тачке ездили или? Всегда по-разному, но много мы проехали, да, на машине, на автобусе. Ну, фактически, ты же согласен с тем, что ты практически единственный, наверное, гитарист за всю историю России, который вот так вот разъебал всю страну гитары, ну, именно проехал? Наверное. Говорят, что в Советском Союзе что-то было. Ну, что-то, наверное, было. Ну, я как-то не оттуда. Ну, как бы, да, в коммерческой эпохе ты, наверное, единственный. Точно. Ну, это условно, условно успешно. Ты ценишь этот опыт? Да, очень круто, очень круто. А подходят люди, говорят спасибо, и это очень приятно. А, ну, были какие-то прям мега успешные концерты, когда, ну, я имею в виду, когда ты не ожидал, что в этом городе там придет много народу, а там вообще был пиздец. Да, бывает такое часто. Причем самое прикольное, что в этих городах там, ну, с каждым разом по-разному. Вот, например, в Иркутск мы можем приехать, один раз у нас собралось там 600 человек, а другой год мы такие, ой, Иркутск, охуяный город, другой год. Если на следующий год мы приезжаем, там стоит 17 коллег. Но это не потому, что мы говно, ну, потому что промоутер проебался. Ну, поэтому всегда по-разному. Да, да, когда ты выходишь, и у тебя зал забит, конечно, это очень круто. Вечер удался. Это супер. Но фактически ты же, получается, один из тех людей, которые вот эту не с высокого бюджета, а наоборот с небольшого бюджета ты эту индустрию попытался хоть куда-то сдвинуть вот эту туру, правильно? Потому что, ну, мало кто так ездит прям. Ездят обычно популярные ребята совсем. Да, здесь главное ехать на автобусе или на машине. Это очень сильно экономит. Ты едешь от точки до точки сразу. Тупо за бензин. Да, и ты не тратишь. Перелеты – это очень дорого, там, багаж. Сложно. И ты привязан ко времени. Когда ты едешь на автобусе, как все нормальные люди в других странах, то это очень удобно. Круто. А РЭД ты собрал в каком году? Не помню. Ну, что-то там какой-то 8-й или 9-й, наверное, или может 10-й. Нет, нет, скорее ближе к 14-м. А, и у меня, к сожалению, там не было, но, по-моему, ты его собрал прям. Да, мы собираем в Москве всегда, у нас большие клубы. Круто. И это заслуга, вот как ты думаешь, чего это? Заслуга этих туров, которые вы объездили и просто до хера народу знает, или все вместе в сумме? А, просто Москва – большой город. Ну, надо же всем рассказать, что ты есть. Все знают. На самом деле аудитория настолько узкая, что даже рассказывать не надо. Все как бы, оно вот и есть. К нам лишние люди почти не заходят. Клево. А когда следующий в Москве? 28-го ноября в Арбат-холл будет презентация нового альбома. Аккуратнее там со звуком, там обычно пизда полная. Да? Да. Черт возьми. А у меня божился этот, ну как его, арт-директор. Да, там… Говорит, все, заебись, у нас все круто. Там, я сразу, просто там опасно. Коллеги жалуются. Какие выводы ты можешь сделать по итогам туров об аудитории вообще в целом? Ну, неважно, ну, то есть ты можешь сказать что угодно. Просто какие-то для себя точки поставил. Аудитория везде одинаковая. Это про свою говорю аудиторию, да? Не про общую гитарную, а именно про свою. Все люди, во-первых, они мало пьют. За это мне каждый раз прилетает от клуба, типа, ваши упыри, не сделали нам бар. Какого хрена? Потому что они выбирают или билет, или бухать. Денег нет ни у кого. Они все очень тонкие, чуткие и думающие. Круто. То есть, знаешь, они приходят, у них в голове фантазии, они слушают, понимают, стоят. Не как у группы «Ленинград», а все такие глубокие. Все приходят. 98% у нас мальчиков. А девчонок почти нет. Обидно, наверное. Ну, немного. А то, что они думают, может, они думают, что ты играешь в джаз? Возможно. Возможно, они под наркотой просто. Поэтому они не делают бар? Нет, есть... На самом деле приходят разные. Есть и группировка, которая устраивает слэм, этот, Wall of Death. Понял? Под какие-нибудь баллады мы еще играем. Серьезно тебе говорят, у нас есть песня. Она такая... Нежная такая. Чуваки крутят круг. Давай, давай локтями друг к другу. Я смотрю, ну, говорю, заебись у вас. Хорошо. Может, они песней немножко ошиблись. Да, может, они не слышат ничего. Ну, в общем, есть разные там, кто здесь стоит, кто там. Клево. А что говорят вот ребята? Ну, то есть, ты же встречаешься с ними, так сказать, или сразу свальбаешь? Если есть время, да, всегда выхожу. А что говорят, типа, помимо того, что классно и все такое? Есть какие-то запоминающиеся движухи? Очень много говорят. Ну, какие-то длинные, глубокие истории. Я только киваю. Ну, понял? Их там стоит миллион, и они все, каждый мне эту глубокую историю рассказывают. Я как бы с удовольствием сопереживаю, чувствую на энергетическом уровне. Но общую схему, подлежащую сказуемой, я не расслушиваю. Потому что если я буду все это вбирать в себя, мой мозг закипит. Ну, надеюсь, я не понимаю, что не на бас-гитаре ты играешь. Да, какая разница. У нас в Якутии была такая история, когда к барабанщику подошел Якутий такой охуевший, просто пьяный в говно, им же нельзя пить, их покроют сразу. Он подошел такой, типа, братан, ты сегодня охуенно танцевал. И букет цветов. Да. Вот так и должно быть. Можно ли зарабатывать своим узлом авторским таким? Можно, но сложно. Суть профессии в том, что ты должен постоянно делать движения. То есть я не жил, но надеюсь, что так и было. Типа, ты Ван Халлен записал альбом, и можешь больше нихуя не делать. Он будет продаваться, а тебе будет постоянно приходить. В времена другие Ван Халлен так больше не может делать. Ну, мне кажется, до сих пор продается этот альбом. Тот, да. И он может уже нихуя не делать. То есть, а сейчас ничего не продается. И ты единственный способ, ты должен постоянно ездить на концерты, что-то делать. Как только ты соскакиваешь, перестаешь делать, то все. Приток денег заканчивается, никакого капитала не существует. И это с одной стороны. С другой стороны, ты постоянно должен делать альбомы из-за этого. Ты не можешь с одним альбомом ездить 10 лет. Но надо постоянно писать, писать, писать и делать. В общем, время потребления. Потребительская эпоха. Это, ну вот, есть так, как есть. Я, конечно, подзаебался. Постоянно гнать надо. Постоянно. Давай туда-сюда. К этому сходи на интервью. К тому, в альбом запиши, концерт сыграй. А я хочу сидеть под деревом у себя и созерцать. Блин, я тебя прекрасно понимаю. Но это, типа, такая эпоха. Но, может, это хорошо, что можно так... Ну, если, как сказать, плюнуть на свою эго и усталость, то в целом эта манера несет очень большой прогресс. Потому что постоянно ты должен быть... Конкуренция? Да, все больше и больше делай, становись лучше. Это здорово, конечно. Круто. А, кстати, в Москве, ты говоришь, вы до хера собрались, а в Питере? Ты же в Питере живешь? В Питере, да. Ну, есть такое золотое правило у организаторов. Питер, Москва, дели пополам. То есть, если там пришла, там, две тысячи, в Питере придет тысяча. Работает? Всегда работает, да. Ровно, всегда пополам. Круто. Окей. Немножко можно про этапы твоего музыкального развития? То есть, над чем ты заморачивался в течение всего этого, кроме записи и сочинения музыки? Ни над чем. Вообще? Ну, я со звуком бьюсь. То есть, ну... Не на жизнь, а на спорте? Да. То есть, я играю, и мне не нравится. Но я не знаю, куда идти. Понял? Я просто, ну, беру все и пробую, пробую, пробую. У меня нет конкретной цели. И я такой, это говно, это говно. Я должен по-любому спросить тебя. У нас же... Как бы ты же задал эту ламповую тенденцию. Да, у меня и наколка есть. Но тут не видно. Ты дома на лампе это делаешь? Да, конечно. Но я дома не играю. А, вообще... У меня студия. Я туда тоже играю. Дом, я имею в виду вот это. Да, да, да. Конечно. И как бы... А концерты, наверное... Особенно выездные, там процессор... Нет, я процессор не использую. Раньше использовал. То есть, ты прям true ламповый... Да, я понимаю, что... Хер мне кто там поставит, что я закажу. Поэтому я пишу просто ламповый усилитель. Точка. Ну, то есть, это означает, что в большинстве случаев мне подадут Marshall 900. Хотя бы. Если фортанет, дадут 2000. Полуживой. Ну, бывает всякое, да. Бывает. Но мы ездили с процессором, я прошел через этот путь. И мне не очень понравилось. У нас было... У всех были процессоры, у всех был лучной монитор. Был плейбэк, все завязано, все в такте переключается. И мы сыграли первый концерт, такие, бля, мы звезды, это охуенно. Сыграли второй концерт, 22-й, 32-й, думаем, блядь, и я знаю, что сейчас будет. И звук одинаковый в ушах, все, короче, все как в копирку. Смотришь потом на ютубе концерт, один город, другой, а разницы нет. Все абсолютно идентично. Ну, с точки зрения конвейера же пиздот. Ну, да, это удобно, работает, но мне неинтересно стало. Но не рок-н-ролл. Страсть прошла, да. И я все эту хуйню выбросил, сказал. А сейчас ты в ушах играешь? Нет, у меня сломались заливки и играю просто так. Если большая сцена, то отлично, вообще не беспокоит. Если поменьше, то барабанщик пидорас, лупит в тарелку, и тут все орет. Да, глохнешь, кошмар просто. Но я затычки просто втыкаю. Круто. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok И было ли у тебя когда-то, вдруг, что ты смотрел какие-то там, не знаю, видеошколы или какую-нибудь такую херню? Или было такое, типа, о, дай-ка я загляну в такую книжку? Нет, такое я не смотрю. Я смотрю концерты. Это самые главные школы. Смотрю концерты, ну и просто видео, ну вот как мы с тобой снимаем, где кто-то сидит там, рассказывает при примочке. Он играет, вот факт того, что он играет, я смотрю, думаю, интересно, как он делает. Но я понял со временем, что разница, ну нельзя копировать человека в физиологии. У всех разная длина. Абсолютно. Поэтому надо делать так, как тебе удобно, как приятно, как получается. Согласись со мной или опровергни. Я всем, там, когда преподавал, ребятам говорил, что, чуваки, смотрите, вот там куча пидорасов рассказывают про какую-то технику, но, типа, если классическая гитара, это классическая гитара, которая уже 300 лет одной и той же формы, то электрогитары, сука, они все разные. Ну, какая может быть универсальная техника для кучи разных инструментов? Ну, это же невозможно. Типа, вот ты согласен с этой херней или нет? Ну, да, вот как бы у меня есть, ну, например, Fender, у него все плоско. Да. А есть Gibson где-то вот поднятая эта хуйня. Да, конечно, все по-разному. Или там у меня есть Telecaster, где там я поставил винтажный бридж, там эти штучки торчат, и можно на концерте нехиленно. Да, да. Чудовечно. Вот, ну и как бы вот как ты выработаешь там, что, ну, бред. А треки с Олегом Изотовым, как он тебе предложил? Ну, понимаете, что ты там предложил? Вообще, ты когда послушал, тебе идея понравилась, и что, как это было? Да я за любой кипиш. Олег просто очень талантливый парень. И он у нас будет. Делает классные вещи, поэтому я, когда вписывался, уже понимал, что будет здорово. Сразу интригу закину, Олег, помимо того, что талантливый, с ним постоянно происходят какие-то невероятные истории. Знаешь, да? Да, да, про иранскую тусовку. Он теперь в иранской тусовке гитаристов, потому что его гитара с процессором уехала в Иран без его ведома. Но он нам об этом сам расскажет. И вот он тебе предложил, у тебя просто там кусок такой неожиданный. Ты типа думаешь, что Олег сейчас там в треке дальше будет что-то разносить, а тут ты появляешься ты, и как бы помимо довольно веселого рэпа, ты как бы еще и охуенно играешь. Вот как это произошло именно так. Или это он тебе такую концепцию предложил? Музыка. Приветствую. Мой бомжур для девочек и мальчиков. На проводе с вами Сергей Табачников. Пришло время разобраться, почему ты уже пять лет играешь только на дому. Все научились играть арпеджио, гаммы и всякие прочие сальпеджио. Нашли на крутилках нужную позицию и записали шедевральную композицию. Что же вы от этого дальше хотите? С таким фуфлом вы никого не поразите. Компьютерные имитации усилителей. Так звучат тысячи исполнителей. Не важно, какая по диплому специальность. Если хочешь обрести в звучании индивидуальность, Одна нота может сделать тебя исключительным. Не обязательно при этом быть гитаристом охуительным. Текст он мне прислал. Я пару строк изменил, пару слов, наверное. В основном это он прислал. Он попросил сделать так, говорит, ну вот здесь ты должен... Типа делаешь свой обзор, но произносишь вот эти строки. Он как продюсер, понял. Я это сделал. А здесь он говорит, будет кусочек, тебе нужно записать соло. Я записал так, как вижу. Я вот это все, правда, вообще не люблю. Я вот такое вот люблю. Круто, но там прям охуенно получилось. Я почему? Я такой, типа, блядь, это Серега? А я тебя не узнал сначала. Надо переслушать, и ты прям так рассказываешь красиво. Да, серьезно. Я просто тогда такой думаю, блин, наверное, надо мне переслушать, короче, типа, последнее что-то там, что было. У меня есть несколько песен похожих за все альбомы. Они обычно стоят в самом конце альбома, чтобы не травмировать детскую психику. Но в новом альбоме такого будет побольше. Это очень круто. На самом деле это прям офигенно. А музыкантам твоим, они же у тебя постоянные ребята играют? Нет, все разные. Все разные? Ну, зависит от задачи. Я переехал в Питер, хотел найти питерский состав. Но у меня не особо получилось, я нашел только басиста. Басист очень крутой. А ты откуда переехал? Но желание репетировать тоже есть не у всех. Даже если мы живем в одном городе, все такие, а, репетиции, да зачем мы же уже играем? А я, знаешь, задрот, мне нравится вот это вот, что прям вау. Потому что я хожу иногда на концерты суперзвезд и вижу, что все супер отточено. Это так круто, это такое совершенно другое ощущение, чем вышли упыри, как говорится, на шару. Вроде получилось и заебись. Я такого не очень люблю. Мне нравится, чтобы все было отточено. Пока у меня такого не получается. Никто со мной не дружит в этом плане. Мне кажется, сейчас будет еще меньше таких музыкантов со временем. Все обленятся нахер. Да, я не знаю. Это как в компьютерной игре, что ли. Мастерство поднимать. Именно не свое, а коллективное. Это же очень важно. Взаимодействовать как группой, да, это так круто. Дышать потом одинаково. Когда все ловят просто, а, там, все, и не надо говорить. Да, то есть обычно, когда мы едем в тур, вот это как репетиция. Сначала там первые 5-7 как говно, а потом более-менее. На последнем концерте просто хоть без палочек играй. Точно, так есть. Круто. Я хотел спросить, не думал ли ты когда-нибудь, что своими YouTube и видео ранними начинаниями ты породил еще больше диванных долбоебов-гитаристов? Ну, почему диванных? Ну, они все диванные. Ну, да. А нормальные люди, они не смотрят YouTube. И некогда. Вот эти интервью смотрят нормальные люди. О, блядь. Все, что я сказал, это не про вас. Они не обижаются, они нормальные. А, хорошо. Ну, да я не знаю, смотрят все. Ну, да, ну, то есть, типа, пошла же вот эта история, что, типа, ну, многие же тебя не знают со всех сторон. Они, может быть, думают, что, типа, вот чувак, он, как бы, такой, вот, наш образ вот этот, вот, наш такой говнарский, который ты стебешь в видео, типа, вот. А на самом-то деле не так. Это же образ, и, как бы, вот они это не идентифицируют и самоутверждаются за счет твоих видео в своем же говнарском образе. Наверное, это их дело. Да похуй на них. Я, ну, могу делать любое, любое по цели и задаче. Я же подлый актер. Как у тебя вообще, ты понимаешь, что ты обладаешь некой такой интересной, ну, возможно, актерской, я просто в этом ни хера не понимаю, харизмой, которая в том числе важна для артиста. И что ты себя можешь действительно назвать артистом, а не просто, типа, инструменталистом. Возможно, поэтому ты интересен. Я везде так и пишу, да. Потому что я считаю, что с точки зрения, ну, вот, гитарного анализа, по-моему, там, ну, есть вопросы. Поэтому я, в общем, как-то отпизделся от этого. Я говорю, в общем, что я артист. То есть я, когда выхожу на сцену, все должны сказать, ахуенно. Вот так. Да. Какое пиздец, элегата. Вот это вот мне, это не комплимент для меня. Так кто это, не понимает. Да, да, все должны. Вот как тот чувак на плакате. Да, тот чувак. У нас тут Роберт Плант за спиной. И ребята там сзади какие-то тоже репетируют. Они, кстати, хорошо репетировали, много. Да, да, в этом весь прикол. И выпивали. Выпивали, а потом в отеле хуярили в перерыве между распитиями на магнитофон. Свои прекрасные альбомы. О знании твоем теории музыки. Не знаю вообще. Что-нибудь? Вообще ничего. У меня знакомый у тебя куст по теории музыки купал. По теории музыки? Да. Нет, он тебя наебал. Я не знаком с теорией вообще. А надо? Кому-то надо. Лично на мой взгляд, мне кажется, это лишнее. Ну, это лично для меня. Мне это мешает очень сильно. Я знаю на шестой и пятой струне, где ноты располагаются. Это помогает в общении с басистом, не знаю, понял. Говорит, да-ля. Но я сначала подумаю. Так, вот здесь. А в целом я ориентируюсь только на слух. И это, мне кажется, помогает быть настоящим художником. Типа, вот так, по-моему, вот говно. А вот так вот звучит заебись. А если бы я знал что-то конкретное, я бы, может быть, поставил себя в рамки. Ну, так многие говорят. Короче, у меня лежала в толчке книжка Попова «Аппликатурное мышление». У всех лежал. Я первую страницу прочитал, не знаю, раз, наверное, 900. Первую страницу. И выкинул ее в пизду. Это ужасно. Это ужасно вообще. Это бессмысленно. Зачем мне читать? Пойду лучше 7 альбомов напишу. Я в предыдущем интервью Диму Максимову, ой, Андрианов рассказывал про Попову, что он не учился. Там так все пиздано. Это альтернатива, точка зрения. У меня, кстати, плюс-минус такая же, но просто мне не понравилась книжка. А так все хорошо. Не, я не знаю. Может, это что-то там и есть. Но, понял, я когда начинаю этим пытаться, начинаю что-то узнавать, у меня сразу эрекция энергии уходит. Я думаю, какая херотень. Может, мне школа напоминает или там институт. Да, согласен. Ну, этим отличаются артисты от дозротов. Что можно и так. Да, как это называется слово. Эмпирический метод. Абсолютно. Тыкаешь, пробуешь туда-сюда. Много итераций. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Зачем ты замутил эту всю херню с батлом, с Фредом? Ну батл мы делаем, потому что это весело. Нет, батл понятно, что вы делаете. Ну мы просто искали новых артистов, чтобы поднять рейтинг, было здорово. Мы начали писать разным звездам. Написали, вот и Фреду я предложил. Это был бы рейтинговый батл. Ты же понимаешь, что его, во-первых, не было бы. Почему? Ну он же был боев. Ну попытка не пытка. Раз-раз, может быть, и получилось бы. Человек не умеет играть на улице. Ну, я не знаю. Моя задача сделать шоу. Я предложил, к сожалению, язык. Мы не сговорились. Ну да. С одной стороны. С другой стороны, было бы понятно, что там, ну, мне было бы очевидно, что там уже сразу стоит человек с огромным опытом исполнительским и стоит человек с его полным отсутствием. Даже если бы туда пришли люди, это смотрелось бы просто как изнасилование. Нам того и надо. Ты же понимаешь. Ну, в целом, да. А ты доволен хоть каким-то результатом, что внимание к батлу притянулось? Да, да. Инфоповод очень большой. И подписчики у меня там подросли немножко туда-сюда. И в целом классно получилось. Мне понравилось. А там в итоге все, да? Ну, да, там вот Дмитрий Кузьминский, который организатор батла, он все ввел с ним переговоры так и сяк, пытался, но никак не сходится. Но я в прошлом году хотел его на выставку вытянуть и тоже у меня не получилось. Ну, как-нибудь. А, так он и, собственно, должен был фестиваль ваш тогда вести. Да, да, да. И он не приехал. Не получилось у него. Окей, у меня сейчас наступает момент в интервью, особенно после тебя, когда я, короче, теряю уже героев. То есть у меня вот они, буквально там список еще из пяти человек остался и все, пиздец. А новых не появляется, да? У тебя с батлами, я так понимаю, похожая история. Есть еще, но они пойдут по второму кругу. А, думаешь? Ну, их же можно там миксовать, мешать. А, я так не могу делать. Ну, наши друзья реперы, они так и делают. Их тоже не до хера. Ну, да. Поэтому они вот там, это с этим, это с этим. Просто нужно же вам, чтобы тоже какой-то плюс-минус рейтинговый чувак был, и чтобы играть что-то мог. Да, мы работаем над этим. Со звездами сложно. Они просят денег. Ну, со звездами, да. Спаси, сохрани. Но не каждая же звезда еще и народ приведет. Вот это тоже важно. Да, но еще задача в том, что они все очень заняты. Надо искать там заранее, что-то выбирать туда-сюда. И больше половины говорит, что это может навредить моему… Имиджу? Да, имиджу. Ну, понял. Бояться. Слушай, а ты освоил, получается… Вот это классный момент. Ты освоил, получается, и концертную историю, ну, в плане как вида деятельности, да. Ты освоил и выпуск альбомов, которые достаточно популярны. Я не знаю, ну, вряд ли там большие заработки с iTunes, но что-то, наверное, там где-то есть. И ты освоил, получается, YouTube-историю. То есть ты во всех, как бы, вот этих движухах ты что-то сделал. А ты видишь потом вот этих ребят, которые такие, блядь, ну, вот я концертный исполнитель, но вот этого хуйня меня может повредить. Ну, ты, как бы, я понимаю, что может быть эпоха, но в целом, ты понимаешь, что они недорабатывают? Потому что сейчас скоро уже так будет нельзя делать, потому что иначе… Любое… Любой инфоповод, он плюс к рейтингу. Пусть даже тебя там хуесосит или как-то так, ну, там, меня-то вы поняли, что нельзя хуесосить, если что, я сразу на нож сажаю, у меня разговор короткий. Но это в целом всегда работает. Такая индустрия, да, на первый канал, там, туда-сюда. Поэтому отказываться бессмысленно. Индустрия же и так маленькая, типа, ну… Да, да, ты сидишь такой. Отказываться может Джимми Пейдж. Ему уже нахуй ничего не надо, он царь. У Джимми Пейджа такое прикольное выражение лица. Я все смотрю на него, ну, знаешь, вот по жизни там, в интервью где-то он ходит. Я его интерпретирую так, у него такая улыбка загадочная, он, типа, про себя говорит. Я, блядь, в жизни пережил то, что вы, суки, никогда не переживете. И, типа, я такой уникальный, и все, чуваки, без вопросов. И он так вот немножко загадочно это делает. Ему можно все что угодно. Да, Роллинг Сос делает так же, только не загадочно. Они просто ведут себя так. Уже есть классное интервью, где они сидят просто так вот где-то там. И какой-то серьезный журналист тоже берет на них интервью. И они такие, типа, да я только что вышел из тюрьмы. Они говорят, не помню, как я там оказался. Что-то идет дальше диалог. И вот что-то спрашивают. Она говорит, да вообще, я думаю, что я гений. И похуй. Ну да, так и должно быть. Да. А ушла эта движуха, думаешь, все, пиздец, рок-музыки. Больше такого не будет. Ну, чтобы вот такие герои появлялись. Не знаю. Но сейчас же, ну, фактически сейчас же нет таких. Рок, в принципе, не популярен. Всегда был. В мое время. Ну, а в их время был? В их время, да. В мое время рок не популярен. До хуя не популярен. Поэтому это делают, ну, такие упоротые люди, вроде меня. А, кстати, я знаю, что, вот, например, в группе ЛСП, по-моему, есть такая рэп-группа, там играют ребята из ПДВП. А тебя никогда не звали куда-то пойти, типа, к рэперам, может, поиграть? Потому что, по сути, рэперы же новые рокеры, как бы. Ну да, да. И они собирают пиздец. И у них многие ребята тоже играют из каких-то рок-коллектива. Тебя не звали? Нет, никто не предлагал. А пошел бы? Ну, там платят. Надо послушать. Надо оценить свои возможности. Понял? На самом деле я не так... Не ко всем могу вписаться. Ну, понятно. То есть я могу сыграть хуйню. Понял? Я могу не подойти этому человеку. Если художественно все будет красиво, я с удовольствием приму участие. Ну, круто. Хорошо. Тебе в Москву не гони, хотелось перебраться здесь? Вот я приехал 12-го, было солнце, у нас там град въебало. Приехал 12-го, было солнце, я в центре там жил, гулял. 13-го было солнце, я в центре жил, гулял. Я думаю, ну все, пиздец, здесь так круто. Я переезжаю. 14-го я проснулся, град въебало. Я говорю, разницы нет. Питер, Москва, разницы нет. Везде говно. А по движухе? Ненавижу холод. Здесь, ну, конечно, это же Москва. Здесь больше всего происходит. В Питере, я слышал, сейчас это сделали, как там, севкабель. Квартальчик, там круто, говорят. Ну, хипстерских мест везде полно. В этом нет движухи. Движуха в том, где какие-то новые происходят. Создание чего-то. Артисты там, понял, они общаются, вон, в клубе 16 тонн. Думают, давай вот так сделаем, давай вот так. Это, конечно, происходит здесь. В Питере такого нет. Ну, а, собственно, вот по этим причинам потусить? Это полезно, и я бы сюда приезжаю для этого иногда. Но жить здесь я не готов. Жить здесь очень сложно. Тяжело. Тяжело и дорого. Плюсов никаких нет. Развитая инфраструктура в Питере уже есть. Ну, детские сады, там, туда-сюда, кружки, парки. А у тебя мелкие ездят? Нет, двое детей, да. О, круто. Уже сколько им, пять? Пять и три. Круто. А они будут с музыкой что-то дружить? Посмотрим, я не знаю. Да, им нравится. Ты же не отдашь их музыкальнюшку, правда? В школу точно не отдам. Хочешь, вон, играй. А в обычную? В обычную школу? Да. Конечно, отдам. Отдашь? Конечно. А как? А как они не научатся жить, читать, писать? Ну, там, таким вещам учат. Нет, подожди, школы разные бывают. Школы разные бывают, да. А как у тебя, кстати, в школе было? Ты играл что-то в школе уже? Да, да, конечно. Школа. Ну, там, какие-то АМДМ был уже, да? Нет. Я играл Металлику. А, уже Металлику. В 12 лет. Понял. А в 14 мы уже давали концерты в других городах. И понял, мы приходим, ну, это какой там, 9 класс, все приходят такие, садятся за парты, учатся. А я вчера там в баре ебашил Металлику, там стоит толпа фанатов. Ну, я думаю, ну, пиздец. Вот так все происходило. Прикольно. А это какие годы были примерно? Ну, не знаю. Можете, можете рассчитать. Ну, 90-е, наверное. Сейчас 90-е. Смотри, я родился в 87-м году. Ну, да, где-то 97-й, 8-й. А ребята были тогда, там уже такие, ну, они, естественно, были в Сомбаре. У тебя школа, наверное, была не какая-то там ванильная. Ребята относились нормально? Нет, школа была ванильная. А, ванильная? Школа была лютая. Я в лицее учился. В лицее информационных технологий, понял. Меня там тоже программировали, писали всякую хуйню. Все, я понял. Жесткая тема. То есть наркотиков и гопников не было? Да, такого не было. Блин, даже у меня было. Ну, тебе классно повезло, наверное, или нет? Условно. Условно? Условно повезло. С одной стороны, это заебись, с другой стороны, ну, слишком, это было слишком напряженно, на мой взгляд. Условно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Купил, ответь, за хуя тебе примочка, если ты на нее не нажимаешь Я смотрю, борды американских гитаристов, у них там другая система, типа техники, носильщики И у них вот из 40 песен есть в одной песне И для этого, блядь, он себе поставит примочку И вот у него такой борт Я смотрю и своими мозолистыми руками и грыжей в позвоночнике Говорю, нахуя тебе лишние 200 грамм, чувак Ой, я вчера это ощутил Такая штука А по поводу функционала и дороговизны То есть, что сразу сделать чуваку? Ему взять хороший или нехороший инструмент Не всегда все получается сопоставимо с деньгами Вот я был на выставке, вот на этой Зашел в магазин, который на стен с примочками Хотел послушать примочку И мне дали гитару Я даже не посмотрел Они мне просто просунули, я одел и играю Сартокастер какой-то Думаю, блядь, какое говно китайское Не могли, блядь, на стенд нормальные гитары поставить Понял? Я нажимаю, все, я поиграл Говорю, заеберите ваше говно Потом мне говорят, посмотри, это же была гитара Фридман 4 тысячи долларов она стоит Понял? И мне повезло вот так ощутить без шильдика Я почувствовал по-настоящему этот инструмент Не предвзято Все по-честному, это круто И бывает, ты попадаешь на дорогие гитары Бывает, дешевые, которые классно звучат Вот недавно купил Epiphone Flying V У какого-то барыги за 19 тысяч Сейчас мастер мне ее чуть-чуть отремонтирует Буду с ней плясать на концертах И я уверен, что никто даже глазом не моргнет Что она там как-то там херово звучит Наоборот, они потом скажут Братан! Да, лучшая гитара Все просто поменять звукоснимателей И настроить Ничего там хитрого нет У гитары всегда есть только 2 функции Она должна строить, чтобы везде были аккорды И не расстраиваться Все остальное это полная хуйня Можете додумать что угодно Охуенно! Я, блядь, точно так же считаю У меня их 2, осталось телек и страт И все И считаю, что больше ничего не надо Точно, так и есть Но ты все, гибсон гай или нет? Ну, у меня есть ПРС Он получился типа как гибсон Только с машинкой Это вот для концертов удобно Такой, и там еще отсечка Ну, короче, супер универсальная штука Но гибсон мне нравится гораздо больше Не знаю, как они это делают Вроде как бы та же красное дерево То же самое Но все по-другому Да, с гибсона я ПРС Круто Настоящие роки Друзья Сегодня у нас в гостях Был Сергей Табачников И я знал и уверен Что каждый из музыкантов Даже если это какой-нибудь долбоеб Типа там Юрия-то Господи Типа Юрия Шильников Нельзя бежать других, чувак Да Я уверен, что если поговорить Вот так с человеком один на один Он окажется совершенно абсолютно нормальным И адекватным человеком И все, что люди делают в интернете Это полная херня Ну, то есть, в смысле Это образы, которые они транслируют Возможно, с разными целями Я пробовал делать передачи С обычным ебалом Рейтинга нет вообще Да Все начали соскакивать Скукота Я, говорит, и такое и в жизни вижу Вот у меня как раз такая передача Меня можно назвать Мистер Мрачное Ебло Я не умею У меня не получается Нет мимики Но, в общем Я буду продолжать это делать Потому что мне очень нравится Общаться с крутыми Состоявшимися музыкантами В смысле реализованными И нашедшими себя И уверенными в себе И Серега сегодня тому подтверждение Будет еще много крутых музыкантов Вот Скажи какие-то анонсы Куда ты хочешь зазвать людей Сейчас пишем А когда выйдет передача? В 20-м году? Ну я надеюсь, что скоро Сейчас мы пишем альбом Будут всего 4 города презентации 24 ноября Петербург 28 ноября Москва 5 декабря Минск Киев Минск Блять, учил 5 декабря Минск 8 декабря Киев Вот так Круто Да И будет только 4 Регионы я смотрел Честно признаться Открыл карту Яндекс карту Открывал такой Смотрю Сидел минут 10 Просто смотрел Глазами по городам Опять строил кольцо Вспоминал, что было И думаю Ну и в пизду И закрыл карту Слишком больно Не обижайтесь, ребята Это правда больно Может быть Как-то если там Концертное агентство Купит какой-то тур Чтобы я не ебал себе мозги За конкретную цифру То тогда я с удовольствием съезжу А самому все это делать Очень тяжело Это адские усилия Сейчас вот Антон Довидянцев Через такое проходит С новым туром И это пиздец Это очень тяжело Тебе огромный респект За то, что ты вообще Все это сделал И прошел этот путь И рассказал нам сегодня Про то, как ты прошел Потому что Ну вот как я уже сказал Ты единственный Наверное Вот с такой биографией В плане состоявшегося Гитарного артиста Да, я мог бы рассказать Много историй Жестоких Из первых туров Да Но в другой раз В другой раз, да Спасибо тебе Спасибо, спасибо, что позвали Заебись Ура! Чуть не помер, блядь Ха-ха-ха-ха Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok